Здоров, братва! С вами, как всегда, Орел, и сегодня я вновь для вас записываю очередное видео по игре Танки Онлайн. Выпуск сегодня будет немного необычным, скорее будет носить больше информативный характер, а конкретно речь пойдет о клиенте, который, насколько вы все знаете, ну, по крайней мере, те, кто видеоблог смотрит официальный по Танкам Онлайн, вы все должны быть в курсе, что сегодня вышел и доступен уже, по сути, для скачивания официальный Танковый клиент. Это не те клиенты, которые уже, типа, как бы есть, я имею в виду сейчас что-то наподобие Танка там и так далее, они вроде бы как, ну, вне закона, короче, неофициальный клиент, а вот тот, который вышел сегодня, который можно скачать, он чисто от разработчиков самой игры Танки Онлайн, и он является, как бы, официальным, стопудово проверенным. Я, если честно, его еще не запускал, прям буквально вот только что пришел с работы, смотрю, братва там сразу отписала, Мишаня, типа, так и так, клиент новый вышел, поэтому давайте, ну, устроим небольшой такой обзор, а в дальнейшем, наверное, и что-то наподобие тест-драйва этого клиента. Я сейчас прям при вас его скачаю, кстати, в интерфейсе главной страницы Танков Онлайн как раз появилась кнопка скачать, вот она, в принципе, кнопка играть, которая уже, по сути, существовала, и кнопка скачать. И, нажав на эту кнопку, вы, собственно говоря, и скачиваете себе на компьютер этот самый новый клиент. Я сейчас вместе с вами прям буквально нажимаю скачать, вот он начинает качаться. Скачается, я так понимаю, он недолго, так как весит должен немного. Ну, и как только он качнется, я, собственно говоря, прям при вас его и запущу. Давайте подождем, пока он закачается. Ну, в принципе, ребята, вот и все. Клиент, как я и предполагал, скачивался недолго, буквально прям полминуты. Сразу после загрузки я открыл его, и у меня открылось что-то наподобие установщика. То есть мне пришлось эту игру типа как установить, хотя вроде я сам клиент установил. Создал значок на рабочем столе, и теперь у меня на рабочем столе есть полноценный ярлык Танков Онлайн. И вот сейчас буквально секунды 3-4 назад я его запустил, и у меня открылся вот такой вот интерфейс передо мной. Сразу, ребята, хочу отметить, что я вот эту картинку сейчас на весь экран сделаю, но тем не менее у меня он открылся небольшим таким окном, то есть не на весь экран. Ну и, собственно, вот такой вот здесь вот интерфейс, довольно незамысловатый, играть, кнопка и выход. Давайте тогда нажмем на кнопку играть, и посмотрим. Сейчас, наверное, будет. Так, вот теперь у меня на весь экран развернулся это окно, и идет загрузка. Сейчас, наверное... О, нифига себе, кстати, довольно быстро я загрузился. Так, я уже зарегистрирован, поэтому мы сейчас авторизуемся, введем свой логин и пароль. Так, вот мой логин, и вот, собственно говоря, мой пароль. Так, давайте я сразу поставлю галочку запомнить, а то вдруг какая-нибудь фигня, чтобы по 100 раз не водить. Ну и, собственно, ждем прогрузки самого гаража. В принципе, он, ну, довольно быстро, ребята, загрузился. Наверное, я вот, честное слово, до вас его не запускал, прям буквально только что при вас я его скачал. И, в принципе, интерфейс тут, ну, ничем не отличается, допустим, от того же флешплеера. Я, если вам интересно знать игры через флешплеер и каких-то, допустим, ощущений дискомфорта, я особо не испытываю. Ну и тут, в принципе, все то же самое. Единственное, что, ребята, меня волнует, это то, что разработчики обещали рост, существенный рост производительности. То есть, уменьшение лагов, так как мы не используем браузер. И основное, чего я жду, и что пока не реализовано вот в этом клиенте, это настройка управления. Как и говорилось в том же самом видеоблоге, по-моему, позапрошлой или прошлой, я уж точно не помню, планируется вот именно в этом клиенте, в официальном клиенте, ввести изменение настройки управления как самим танком, так и, собственно говоря, пушкой. Насколько вы знаете, у меня клавиши, которые отвечают за поворот башни налево, не функционируют. То есть, я по факту при игре не могу поворачивать башню налево. И это является одной из основных причин, почему я не играю на рельсе. И не знаю, как долго будет вводиться это обновление, связанное именно с настройкой управления, но я жду хотя бы, наверное, где-нибудь на следующей неделе. Мне, если честно, по барабану то, что тут нет возможности заходить с разных аккаунтов там одновременно и так далее, я, в принципе, не так часто играю. Но я так давно не играл, ребята, на рельсе и так жду вот этого обновления. Как только оно выйдет, я сразу начну играть на рельсе, потренируюсь. И мы с вами, наверное, даже, ну, будем записывать вот эти вот хрэ-врэ или как там сейчас, вот это же все модно. Ну, конечно, не сразу, потому что я хоть маленько-то должен потренироваться, потому что из-за отсутствия, из-за длительного отсутствия практики я все навыки свои по рельсе утратил. То есть весь скилл я просто просадил и на рельсе сейчас по факту играю как конченый нуб. Да и, в принципе, я на любой пушке так играю. Короче, ладно, ребята, вот такой вот, в принципе, клиент. Это качайте, не бойтесь, я надеюсь, что все обещания, которые давали нам видеоблоги-разработчики будут выполнены, что касается и производительности, и нововведений относительно настройки управления, и ресурс, в принципе, компа, он меньше будет жрать, ну, я имею в виду, клиент, соответственно, и лагов будет меньше. Короче, надеюсь, что все будет в дальнейшем с этим клиентом развиваться только в положительном направлении. Вам желаю, как обычно, удачи, спасибо огромное за просмотр, богатырского вам здоровья, ну, и спасибо, что уделили вот эти вот несколько минут просмотру. Короче, братва, всем еще раз спасибо, хорошего вам настроения, всем пока, удачи!